Люблю повеселиться, особенно пожрать, двумя-тремя батонами в зубах поковырять. Старый веселый стишок из детства. И сегодня, друзья, я расскажу вам о том, как правильно спланировать свой день. Ну, правильно, по моим понятиям. Так, как это делаю я. Свой день в плане питания. Но вообще, для дилетанта и даже для опытного человека грамотно распланировать свой день по бжук и калориям, то есть белки, жиры над углеводами и калории, довольно трудно. Вернее, на самом деле, как? Распланировать-то легко, а вот воплотить в жизнь довольно сложно. И причин тут все придумывают целую кучу. Во-первых, нету каких-то специальных продуктов. Во-вторых, очень трудно посчитать, когда сложный продукт, какой-нибудь сложный салат, заправленный маслом или какое-нибудь сложное блюдо гарниром. Одно, другое, пятое, десятое. Ну, не посчитать никак. С помощью чего это делать, как это сделать. Третий момент. Не всегда возможность есть поесть вовремя. То есть, что-то пропустил, не доел, не добрал. В итоге вечером надо все это доесть или как-то попытаться не доесть. Режим сбит, все в одну кучу. За место пятиразового питания получилось двух и там трех, что тоже мало. И все. Не получается ничего. И так каждый день человек начинает снова вести какой-то учет, пытается что-то сделать и не получается. Да, профессионалы научились это все решать. Они умеют это делать, у них железная дисциплина. Вот. Ребят, знаете, что хочу сказать? И девчата. Возможно, нам стоит взять у них некие моменты из их опыта для того, чтобы внедрить в собственную жизнь. К тому же некоторые моменты эти, которые я хочу предложить вам и которые применяю сам, довольно просты. Вот. Я подскажу, во-первых, с помощью чего легко считать это все. Вот. Во-вторых, я расскажу, как легко соблюдать режим питания. И самое важное, я расскажу вам, как не выйти за пределы того, что вы себе наметили. Потому что в течение дня может возникать масса соблазнов. Огромное количество. То там, то сям. Вот. Потом вы найдете способ оправдать себя это 100%. Никто даже не сомневается. Это всегда происходит так. Но чтобы даже искушения не было, нужно решить все попытаться. Либо с вечера, либо с утра. И сейчас я расскажу, как это сделать. И так. Самое первое. Как не выйти за пределы того, что вы себе наметили. Хотя мы пока еще ничего не наметили. А я уже расскажу, как. И как вовремя питаться. Смотрите. Каждый профессионал. А мы будем сегодня пытаться косить под них. Под профессионалов. Есть что взять у них. Вот. Используют обычно для соблюдения режима дня. Нечто вроде вот такой вещи. Это может быть абсолютно любая сумка. В данном случае это сумка-холодильник. О. Сумка-холодильник. Ну, на самом деле ничего холодильного в ней нет. Просто стенки выполнены из твористого материала. Который помогает сохранять либо холод, либо тепло. В зависимости, что вы туда положите. Вообще, это может быть абсолютно любая сумка. Это первое, что нужно. А второе, что нужно. Это нужно масса коробочек. Всяких разных. Сейчас я покажу, что это за коробочки. Так вот. Что это за коробочки? Это разного рода фигнюшки. Вот такие вот всякие. Которые легко купить в любом абсолютно магазине. Ну, не в сельскохозяйственном, условно говоря. А в продуктовом. Там есть отделы по бытовым предметам. Где продается туалетная бумага. Там что-то еще посуда. И вот там вот можно купить коробочки такие самые разные. Еще кружечки такие всякие пластиковые. На самом деле, это может быть обычная пластиковая бутылка. Там из-под кефира. Главное, чтобы горлышко было довольно-таки широкое. Потому что, чтобы удобно было туда наливать, выливать, что-то засыпать. А также это может быть вот шейкер. Шейкеры. Такие вот разные всякие шейкеры. Просто они поудобнее, да. Но я говорю, опять же, можно воспользоваться простыми бутылками. Коробки надо подобрать такие, чтобы они легко залезали в такую вот сумочку. Вот ваши инструменты для того, чтобы распланировать свой рабочий день. Что это такое? Для чего это нужно? Понимаете? Во-первых, если вы не сидите целый день дома, а ходите, предположим, в спортивный зал вечером или с утра, это не важно когда, потом едете на работу, перемещаетесь в городе, у вас всегда есть форс-мажорная ситуация, вы не успеете, если вы запланируете поесть в каком-то кафе или что-то еще, у вас, скорее всего, это не получится. Более того, питаясь в каком-то месте, вы не получите то питание, которое вам нужно. Во-первых, это либо сложное питание по составу будет, и вам не посчитать будет, насколько калорий в них, сколько белков, жиров, углеводов. Опять же, вы не знаете, как готовит это повар, на каком масле. То есть, это невероятно. Вы можете просто количество регулировать, съесть меньше или больше, но не более того, даже если у вас удастся поесть вовремя. Второй момент, скорее всего, поесть вовремя может не удастся. Вы не можете пять раз в день ездить в какой-то кафе или ресторан. Ну, пусть вы завтракаете и ужинаете дома. Но три приема пищи, или даже больше, если вы хотите конкретно похудеть, сжечь жир, вам надо есть чаще, да, и поменьше. Это невероятно. Поверьте мне, я пытался в свое время, это невозможно. Я рассказываю то, к чему я, собственно говоря, пришел. Не сам. Мне подсказали, я увидел это, как это делают профи. Вот, я говорю, я стал косить под них. И вот такая сумка позволяет собрать с утра, или даже с вечера, все приготовить и собрать весь свой рацион. Более того, вы можете взять любые монопродукты, по типу там яблочко, мяско там какое-нибудь, что-то еще, все это взвесить. Вот ваш главный инструмент, это весы. Вот. Все посчитать, забить это все специальную программку. Я покажу, как это делается. Если у вас есть обычный смартфон, неважно, на какой он, на операционной системе, можно всегда найти программу, которая позволит вам легко и быстро посчитать все ваши калории, килокалории, состав питания и так далее. И тем это проще для программы будет, чем проще эти продукты будут. Лучше всего, когда это монопродукты. Макароны, так макароны. Да? Если это рис, то это рис. А не рис с мясом там, или какой-нибудь плов, в котором есть и жир, и мясо, и рис, и овощи, и все такое прочее. Трудно посчитать. Но если вы не можете без такого сложного питания, по крайней мере, если вы дома все это затариваете, то легко сможете отдельно все это взвесить на стадии приготовления и примерно прикинуть, сколько это весит. Но я вот лично предпочитаю есть монопродукты. Тогда все считается легко и просто. Тогда худеть можно очень-очень быстро. Итак, давайте приступим. Я покажу сейчас, как я собираю с утра свой рацион на сегодняшний день. Скажу вам, правда, честно, я уже позавтракал, поэтому сюда не войдет мой завтрак. Я планирую на будущий день, но я скажу вам, что было. А теперь давайте приступим. Так, ну чего, вот сумка, вот всякие эти чиплашки, вот весы. Весы – штука незаменимая, как я уже сказал. Сейчас будем доставать продукты. Продукты у меня уже приготовлены, да. Вот, смотрите, первое, что у меня тут есть – это скумбрия запеченная. Замечательно. Дальше поехали. У меня есть сырники. Это не простые сырники, это диетические сырники. Они сделаны на сахарозаменителе без единого гвоздя, то есть без единого кусочка сахара. Понимаете, вот как это все происходит. Дальше. Кефир. Так, здесь уже заканчивается. Но ничего, нам хватит. Так, дальше. Йогурты. Дальше. Интегральные макароны. Математикой как-то веет, да, интегральные. Если не знаете, что такое интегральные макароны, наберите в интернете «Интегральные макароны» и узнайте, что это такое. Но, на самом деле, вам могут запросто подойти и не интегральные макароны, а просто макароны твердых сортов. Винегрет. Ну, сложно, да, тут овощей много, но такая штука, как винегрет, она забита уже во все там абсолютно справочники. Состав примерно одинаковый везде, поэтому проблем никаких с этим не возникнет. Маслом он не заправленный, поэтому сколько я возьму его, столько я и посчитаю. Если я заправлю маслом, а могу вообще ничем не заправлять. Так, дальше. Так как у меня кефира не хватает, то я возьму молоко. Овсяное классическое light за место кефира, потому что кефира не хватит, чтобы показать вам то, что я сегодня запланировал записать. Ну что ж, не судьба. Дальше. Это печенка. Печень. Вот. Скажете, нифига себе у него там всего там проще. Понимаете, на самом деле не всегда бывает так, чтобы было прям вот это все. Но я вам просто показываю как бы тему, как это выглядит. А продукты могут быть разные. Это может быть яичница, вареные яйца, белки яиц там. Это может быть овсянка запаренная. Это может быть что-то еще. Это не важно. Я вам не столько показываю сегодня, из чего состоит рацион мой, а то, как я готовлю это все и как это выглядит. То есть сама процедура. А состав вы подберете сами. То, что вы едите, то и, как говорится, берите. Единственный момент, что вы легко все рассчитаете, сколько чего находится. А во-вторых, вы положите в эту сумку. И вы будете знать, сколько там всего. И будете брать только из этой сумки. И ничего в течение дня туда докладывать не будете. Это ваша кормилка в течение дня. И отчасти поилка. Больше вы не возьмете. И поэтому будете знать, сколько вы съели. И это будет вас дисциплинировать. Во-первых, не есть больше. Потому что все только здесь. Это раз. Второе. Есть вовремя. Потому что у вас еда будет под рукой всегда. И третье. Вы будете знать состав. Ну так. Давайте теперь нам надо как-то это все взвешивать. Взвешивать. Итак. Для этого нужна посуда. Хотя можно взвешивать и не в посуду, да. А прямо непосредственно. Прямо непосредственно в коробочке. Итак. Первое. Я хочу взвесить. Вот мне сейчас понадобится большая коробка. Потому что будет большая порция макарон. Вот. Открываю. Выставляю весы на ноль. Вот. Чтобы было ноль. И беру макарошки. Я на самом деле примерно представляю. Сколько чего весит. И сколько чего килокалорий занимает. Но тем не менее. Ну давайте так. И чтобы вам было понятно. Я даже не буду писать. Что они там интегральные макароны. А будем считать. Что это макароны простые. Из твердых сортов пшеницы. Самая распространенная как бы тема. Вот. Положил. Убрал. Все. 200 грамм макарон. Ну тут с копейками. 204 грамма. Но я даже не буду эти 4 грамма засчитывать. Пускай будет 200 грамм. И смотрите что я делаю. Самое интересное что я делаю. Теперь я достаю. Вот такую вот штуку. Называется. Сотовый телефон. Который есть у вас у всех. Желательно чтобы это коммуникатор был. И открываю в нем свою программу. Для учета калорий. Я даже не ставил какие то специальные. Вот есть штатная программа. Самсунговская. Вот так она выглядит. Вот. Так. Вот. Она тут и шаги считает. И можно активность самкифизическую создать. Я уже с утра сожрал. Скушал. Скушал. 501 килокалорию. Вот. Расскажу что у меня там было. Было у меня с утра уже 2 чем. Это было завтра. Ну значит утренний перекус и завтрак. На утреннем перекусе у меня было 2 диетических сырника и кофе из молотых зерен. Ну то есть сваренный кофе. На завтрак у меня было мед 1 столовая ложка. Сырники диетические 1 штука. И блины. Вот. Видите как у меня завтрак был. Очень высокосодержащий. Большой кофе в ней много содержащий углеводов. И только за утро я съел 30 грамм протеина. Вот. Здесь это все написано. 14 грамм жира и 60 грамм углеводов спорол. Среди которых довольно много быстрых углеводов. Теперь мне придется оставшийся день отдуваться. Потому что у меня есть определенный подход. Чем я буду себе регламентировать. Это все я скажу. Подход у меня такой. Я за день должен съедать примерно 2,5-3 грамма на килограмм массы тела белка. Стараться не выйти за пределы 2-2,5 грамм углеводов. Среди которых большую часть должны составить углеводы длинные. Вот. Это различные крупы, макароны и так далее. Овощи. Вот. Значит, не лимитирую я воду. Потому что у меня стоит она по лимиту. Я должен выпить 8 чашек воды. Я обычно столько не выпиваю чистой воды. Потому что я пью много чая. Я об этом расскажу сегодня еще. И пью также, скажем, протеин сейчас. И аминокислоты. В связи с этим получается так, что и там еще вода. Это уже не чистая вода. Поэтому я воду особо не считаю и не лимитирую. Пью столько, сколько мне хочется. Все равно я за пределы не выхожу. Вот кофе, да, стоит ограничение. Не более 4 чашек в день у меня идет. Но обычно я выпиваю меньше. Вот. Рассказал я, да. Значит, а жира надо стараться как можно меньше. Любого. То есть, если получается меньше грамма на килограмм массы тела в день, то это просто великолепно. И вот исходя из этого, я сейчас буду все и забивать. То есть, открываю я еду и ставлю. Это у меня будет на обед. Вот эти макароны я съем в обед. Я нажимаю здесь. Обед. Поверьте, программа может быть абсолютно любая. Это не принципиально, какая программа будет у вас. И ставлю здесь макароны отварные. Потому что они уже готовы. Сколько мы там были? Вернее, это видели. 200 грамм. Вот я 200 грамм макаронов поставил. Или макарон. Макарон поставил. Все. Перешел далее. Я сразу же вижу, что это 206 килокалорий. 206 килокалорий. На самом деле, по моей физической активности, мне все фитнес-программы считают, что мне можно есть 3-3,5 тысячи килокалорий в день, потому что я тренируюсь дофига. Но я себе поставил другой барьер. Не вылезать, стараться за 2000 килокалорий в день. У меня это довольно легко получается на самом деле. Если вы белка много едите, то вы и много не сожрете. Вы все килокалории в основном добираете. Либо в углеводах, если много их очень едите, либо в жирах. А так как я ни жиров, ни углеводов за пределы не выхожу, не потребляю много, особенно в жирах, то проблем вообще не возникает абсолютно никаких. А белка, ну пожалуйста, даже если я переберу за 2,5 грамма на килограмм массы тела, ничего страшного не произойдет. Там может быть и 3, и 3,5, не до 4 может доходить. Но это уже лишку. Итак, макароны я взял. Все. Значит, макароны 200 грамм у меня. Я беру, что? Закрываю их. Я знаю, что у меня здесь 200 грамм макарон. Они у меня уже посчитаны в программе. Ну и конечно, чтобы не забыть, так на всякий случай, я подписываю, что здесь у меня 200 грамм. 200 грамм. Все. Я подписал, но все понятно, что это такое. Я могу написать себе. Обед. Обед. Это специальный маркер, который легко стирается тряпочкой, которым пишут на клипчартах специальных и так далее. То есть, я вот так захотел и стер. В итоге я каждый день могу подписывать то, что мне надо. Обед. Видите, у нас все происходит в режиме абсолютно реального времени, поэтому тут кое-что падает. Но не без этого. Я же еще на камеру снимаю. Это составляет определенные сложности. А так бы я реально бы что сейчас делал? У меня был бы плеер в ушах, я слушал музыку. Так, макароны забил. Все. Дальше. Вот это вот у меня бифстроганов. Сложное как бы блюдо, да, с одной стороны. Но с другой стороны, я знаю, как оно готовится. И тем более, это не настоящий бифстроганов. Он не со сметаной, а с кефиром. Причем кефира там очень мало. Причем кефир обезжиренный. Поэтому все как бы... Так, в общем, это кефир можно посчитать. Вот на такое количество. Где-то на 100 грамм. Там будет примерно 15 грамм кефира, не больше. Я... Это говядина. Так. Поставили опять на ноль. Начинаю наваливать. Смотрю. Вот надо доесть. Если бы его было больше, я бы меньше положил бы, возможно. А так у меня получилось 240 грамм. 240 грамм. Ну что ж, бывает и такое. 240 грамм. Нормал. Получается, давайте так вот скажем. 200 грамм у меня получилось здесь говядины. Которую можно условно назвать отварной. Вот. Хотя можно попытаться, кстати, забить бифстроганов. Но я говорю, он тогда не будет соответствовать тому, что есть на самом деле. Потому что классический бифстроганов, даже если он в этой программе есть. А здесь очень много что есть. Здесь можно блюдо забить, какой-нибудь штрудель. И он будет. И если это штрудель, который вы покупаете в магазине, скорее всего, он здесь тоже будет. Вот чем я хочу сказать, эта программа хороша. Не все обязательно дома готовить. Можно взять вот такой вот йогурт, предположим, и набрать. Йогурт савушкин, персик, манго. Он даже сам это выдаст, как вы набирать начнете. И он вам сразу выдаст все, сколько там белков, жиров, углеводов, вам останется ввести только массу, которую вы съели. И все. И все посчитано будет. И так, например, вы набираете такой-то продукт лента. Ну, это в ленте продается. Например, винегрет лента. Если вы покупаете готовый винегрет. И там уже все посчитано будет. Понимаете, насколько все это легко? То есть, не обязательно там все прямо вот ингредиенты брать продукт. И там ингредиенты смотреть, там сколько чего. Не надо ничего. Хотя, если вы хотите, вы можете забить и свой продукт. Если вы знаете состав его, вы можете его завести, расставить, сколько белков, жиров, углеводов, сколько калорий. И будет у вас свой продукт еще забитый. Но это как отступление. Поэтому я говорю, рассчитывать сейчас стало очень все просто. Даже если вы какой-то продукт в течение дня решили где-то дозакупить, они все собрали дома. Надо в магазин заехать и купить кефир. И вы за место кефира 1% нашли только 2,5%. И вы сюда чпок ввели, что это за кефир. Там типа простоквашеный или что-то еще. И уже скорректировали, да? Сколько вам? Если вы хотели выпить 400 мл, ну выпейте 350. Чтобы не выйти за пределы килокалорий и так далее. Ну так вот. Биф строганов. Сейчас я попробую его сюда завести, просто показать. Добавить продукт и набираем биф строганов. Биф строганов. Биф строганов. Биф строганов. Между прочим, он есть. Вот. Причем есть биф строганов шоколадница, биф строганов своя компания, биф строганов маги, мяснов, раскар и так далее. Видите, дофига есть компаний, которые биф строганов делают. Если вы его покупаете готовый, то вам уже он все это предложит. Но я не буду биф строганов именно заводить, потому что мы готовили его сами. Я заведу его по-другому. Я напишу говядина. Говядина. Вот. Смотрю, какая говядина есть. Вот, есть говядина отварная. Причем у меня была эта говядина постная, поэтому я завожу. Говядина постная отварная. Ввел. Сколько мы сказали? 200 грамм, да? То есть забиваю сюда 200 грамм. Окей. Готово. Теперь дальше я сказал же, что кефир добавить. Кефир был использован. Был использован кефир однопроцентный. Вот он, однопроцентный кефир. Я сказал, что 40 грамм получается где-то. Вот. 40 грамм. Ставим граммы. Выставляем 40 грамм. Окей. Готово. Вот. Далее. Смотрим, что у меня получилось по, значит, обеду. Если это вот обед у меня составляет. Вот у меня пишет, что такой вот обед у меня составит 532 килокалории. Вот. Среди которых, среди которых 41 грамм будет углеводов. Но это длинные. Это очень хорошо. Жиров 16 грамм. И почти 50 грамм протеина. 49,9 протеина. Видите, все неплохо. Теперь я дальше анализирую. Вот с этим всем, что я с утра съел. И вот это вот если добавлю. У меня уже получается 1033 килокалории. А я сказал, что я стараюсь обычно за 2000 не переваливать. Смотрим, что у меня получается. Значит, углеводов 101 грамм. А я должен есть углеводов не более 2-2,5 грамм на килограмм массы тела. А лучше меньше даже 2. Так как вешу я 80 килограмм, то мне, значит, можно съесть в день 160-200 грамм углеводов. То есть, 160-200 грамм. То есть, у меня еще впереди 60-100 грамм. Мне еще можно. То есть, столько же, сколько я уже себе запланировал. Жиров у меня будет вот уже вот с тем, что сейчас есть. 31,3 грамма. То есть, я вешу 80 килограмм. То есть, я еще, я стараюсь есть не больше грамма на килограмм массы тела. Ну, край это не больше полутора. Получается, что я еще даже до половины не дошел. И протеина у меня уже 80 грамм. То есть, одну треть, как говорится, нормы я выполнил. То есть, по углеводам я выполнил уже половину. По жирам выполнил чуть меньше половины. По протеинам выполнил одну треть. То есть, надо полагать, что оставшуюся часть дня я буду сокращать количество углеводов. Мне все будет меньше, 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 меньше. И увеличивать количество протеинов. Вот так вот будет дальше идти. Все, коробку закрываем. На всякий случай я подписываю. Говядина 200 грамм. 200 грамм говядины. Говядина. Вот. Что это получилось? Это получился мой обед. Ну, это как бы еще не окончательный вариант. Сейчас еще посмотрим. Теперь давайте посмотрим дальше. Есть некие промежуточные вещи. Понимаете, я не особый едок такой, чтобы все поедать огромными количествами. То есть, грудки набрать куриные, не знаю, там и жрать, жрать, жрать тяжело. Я не люблю, когда желудок сильно переполненный. Вот. И вообще, лучше себя чувствуешь, когда пузо не разбито. Придется употреблять дополнительно протеин. Почему? Объясняю. Вот. Берем протеин. Вот банка с протеином. Я особо не сторонник спортивного питания, но его иногда применяю. Особенно я его применяю в поездках. Если я еду куда-то в командировку, и там я вот так вот не могу все собирать. Ну, то есть, могу что-то там. Яйца вареные, там что-то еще какое-нибудь. Вот так же, там готовые мясо покупать в ленте, в магните, где-то еще. Какой-нибудь, как он называется, спар. Вот там вообще нормально, как бы все это дело. Вот. Меня спасает именно, чтобы протеина добрать. Это протеин. Потому что макароны я могу купить. Я примерно представляю, что они из себя представляют и посчитать. А вот по белкам очень-то несложные. Мясо жирное может быть. И все, я беру протеин. Один черпачок протеина 30 грамм. Ой, вру. Вот такой маленький. 10 грамм. Из него я буду делать сейчас себе коктейль. И выглядит это следующим образом. Ну, что для коктейля надо? Ну, понятное дело, вот эта штука нужна. Хотя, на самом деле, не факт. Я хочу вам сказать, что очень часто я такой штукой не пользуюсь вообще. Я беру сразу вот так вот шейкер. Шейкер. Наливаю туда то, в чем я разводить буду. Либо на воде даже вообще развожу. Либо вот на каком-то молоке. Вот. Наливаю туда. Засыпаю. Закрываю. Встряхиваю. И все готово. Но если у меня возможность есть, конечно, помешать вот в таком, то это еще лучше. Что радует? Почему я шейкером еще пользуюсь? Потому что здесь есть градация. То есть я то, в чем растворять собираюсь, я это наливаю дело. И мне все понятно, сколько я налил. Потом легко посчитать. И на этом тоже. На шейкере, на миксере, на блендере. Все дело есть. Дальше. Беру я молоко. Вот это вот овсянки классическое. Light. Не молоко. О. И наливаю себе его туда. Вот. Так, это 400 миллилитров. 400 миллилитров я налил молока. Теперь я беру протеин. И закладываю туда три вот таких черпачка. Почему три? Потому что это 30 грамм протеина. 30 грамм протеина это то количество, которое организм довольно легко может усвоить. Больше ее количество может не хватить силы ферментных систем организма. И тогда вам придется есть какие-то ферменты для того, чтобы помочь организму. Иначе у вас он не усвоится. У вас начнется метеоризм, несварение. Будут идти газы. Вы будете мучиться. Будет дуть живот. И будет просто беда. В общем, короче, вы только настрадаете, что называется. Поэтому особо переборщать не надо. Ни к чему. Все. Включаю. Пока оно мешается. Я что делаю? Я опять все записываю. Потом домешаю. Сейчас покажу вам, как это все записывается. Значит, что? Вот это молоко убрали, да? Вот я точно не хочу записывать, сколько в нем отдельно белков, жиров, углеводов. Это сложно. Поэтому я поступлю совершенно по-другому. Я как сделаю? Я постараюсь это молоко найти. Это у меня дневной перекус будет. То есть, опять открываю я питание, еда. И смотрю. Дневной перекус. Вот я вел дневной перекус. И смотрим. Значит, овсянки классическое light. Сначала мы наберем молоко. Молоко. Овсяное. Так. Овсяное. Овсяное молоко. Может, он предложит мне сейчас. Вот овсяное молоко есть полно. Вот. Овсяное молоко классическое. Есть. Нам надо полуторапроцентное. Вот оно есть. Сейчас посмотрю конкретно. Да. Вот оно есть. Овсяное молоко. Полтора процента. Все. У нас его сколько было? Помните? 400 миллилитров. Забиваем сюда. Так. Он пишет. Одна порция это 100 миллилитров. Поэтому вводим сюда. Готово. Далее. И здесь просто выбираем 4 порции. Раз. Вот. Оно прибавляет по пол порции. Вот. 4 порции я добавил. Готово. Добавить продукт. Дальше. Мы добавили протеина. Протеин. Я не знаю, какой будет у вас протеин. У меня свой. Я знаю, какой. Я завожу. Одна порция пишет 30 грамм. Сразу уже заведено. Все. Далее. Все. Смотрите. На всякий случай. Что это такое получилось? Кстати, кто хочет больше килокалорий, да, может добавить бананчик там. Что-нибудь еще такое типа. А так я скажу вам, что у нас вышло. Вот эта вот штука у нас получилась. Вот эта штука. Знаете, сколько? Вы обалдеете. 300 килокалорий. 300 килокалорий. Это 400 миллилитров. Вы поймите, что это 400 миллилитров вот такого вот овсяного молока. И 30 грамм протеина. Давайте посмотрим, что получилось. Вот. Вот в этом вот 29 граммов углеводов, 7 грамм жира и 28 грамм протеина. Теперь смотрим, какая уже суммарная вещь у нас какая получилась. То есть, 1333 килокалории. Сама программа-то мне пишет, что 3,5 можно, я уже говорил. Но я постараюсь не выйти за 2. Вот. Смотрите. Что у нас уже получается на момент, который сейчас. 130 грамм углеводов. То есть, у меня еще впереди максимум 70 грамм углеводов. Вот. Жиров 38 грамм у нас. То есть, я немножко добавил, совсем чуть-чуть. Протеинов уже 100, 108 грамм. О. Хорошо. 108 грамм. Замечательно. Теперь все это доводим до хорошего состояния размешанного. И выливаем это все в шейкер. Куда я его делал? Эй, шейкер. Вот он. Вот он шейкер. Выливаем это все в шейкер. Потом останется только встряхнуть, когда я соберусь это дело пить. Шейкер как раз такой, что если 300-400 грамм я наливал, то получается, когда все это взбили, то получается 500-600. Но это не показатель. Поэтому никогда не меряйте в шейкере во взбитом состоянии. Потому что у вас может быть всего лишь 200 миллилитров, а шейкер покажет по шкале, разградуированной, что там 400. Пена же, сами понимаете. Поэтому все надо наливать и мерить вот таким тупым. А нам просто вот так вот делаем и пьем дальше. У меня написано уже, видите, оно как правило стандарт получается. 30 грамм протеина, 400 миллилитров. Ну, надо написать, что 400 миллилитров это молоко. Ну, я мог бы это написать, вот я напишу специально для вас, чтобы порекомендовать вам на начальном этапе это дело делать. Значит, овсяное молоко. Овсяное молоко. Вот. Потом-то вам это уже не понадобится. Если вы будете использовать часто одни и те же продукты, ну, или просто у вас хорошая память, то проблем с этим вообще не возникнет. Так, дальше. Дальше. Смотрите, видите, пока мы идем, все нормально. Набираем так, как надо. Потом надо все помыть обязательно, ребят. Надо всегда порядок наводить. Но мы пока с этим еще не закончили. Я вам сейчас объясню, почему. Вот. Дальше поехали. Дальше. Что я в течении... Да, я в течение дня ем кое-какие продукты, которые я вообще в расчет не беру. Это различные листья, там, предположим, салата. Вот. Это я вообще не считаю. Да. Не такие вещи, как огурцы, например, свежие, я тоже не считаю. Я считаю их вообще за клетчатку и в расчет вообще не беру. И еще есть одна вещь, которую я тоже не считаю. Вот смотрите. Что это такое? Это клетчатка пшеничная. Я ее в расчет вообще не беру. Я считаю, что надо... Если белка много ешь, надо клетчатку добавлять во все, что пьешь, и во все жидкое, что ешь. Поэтому я, в принципе, когда разводил вот это, я мог добавить туда и клетчатки в том числе. Но я это сделаю немножечко попозже. В общем, пока записывал, кончилось у меня место на карточке. Такой длинный подкаст. Ну, потому что это лайфстайл. То есть, все в режиме реального времени. Я забыл, на чем мы остановились. По-моему, я еще сделал. Я сделал, смотри, протеин. Вот. И показал, что у меня там с ним получилось. Продолжим дальше. Какие у меня еще продукты? Есть у меня сегодня рыба. Вкусная рыба. Можно покупать уже готовую, а можно покупать вовине, а можно делать. О, скумбрия. Ну что ж, давайте пока отвлечемся от шейкера и перенаправим свои взоры снова на стол, где у меня все происходит. Протеинчик пока уберем. Так, погнали дальше. Рыба. Будем взвешивать рыбу прямо сразу в коробочке тоже. Весы. Это самое то, что нам надо. Помните, про весы не забываем. Это просто необходимая штука. Ну, хочу сказать, правда, я не всегда весами пользуюсь. Иногда у меня настолько уже хорошо с глазомером, я знаю, сколько примерно что весит. То есть, я могу на глазок определить. Брызгало на меня. Так. Могу на глазок определить примерно, сколько это все весит. Но лучше, конечно, когда возможность есть, лучше взвешивать. Лучше взвешивать. Вот так вот. Берем рыбешку и сюда ее. Опа. И получилось. Вот я не ошибся. Хотел сказать, но хотел не профануться. Говорю, грамм 200, наверное, будет. Ну, мы сейчас ляпну 200 грамм, да? А кажется, там совсем, ну, не 200. И скажут, что вот тоже на глазок определяет. Не, реально почти так и получилось. 192 грамма. Ну, на 10 грамм ошибся бы. Скумбрия. Скумбрия – это запеченная. Я даже специально запишу, что это 200 грамм. Не буду там писать даже, что это 192. 200 грамм. Рыба. Рыба. Ну, скумбрия. Скумбрия. Нет. И смотрите, каждая коробочка у меня, по сути, ну, кроме, там, обеда. Это отдельный прием пищи. А лучше, конечно, если мне удастся и обед разбить на две части с интервалом в час или в полтора и съесть их отдельно тоже. Это еще лучше. Да, получается, монопродукт. Отдельно макароны, длинные там углеводы у меня, отдельно будет без строганов. И здесь то же самое. Рыбу отдельно раз, съел и все. То есть, можно, конечно, сочетать. Главное, чтобы в одном приеме пищи не сочеталось жирное с углеводами. Но, а белки с углеводами и жиры с белками можно сочетать. Вот рыба, тут идеальное сочетание получается. Это совершенно проверено, да? Тем более, что полезные жиры. Вот. Но лучше, если вам удастся разбить это все. То есть, идеально, конечно, когда у вас за один прием пищи получается грамм где-то 200 еды. Это просто фантастика будет, если у вас вот так вот все это дело произойдет. Просто сказка. Итак, дальше. Еда. Забиваем. Это у меня будет вечерний перекус. Вечерний перекус. Вечерний перекус. Ну, просто я так забиваю. К сожалению, нельзя больше шести прямо в пищу завести. Я бы, может, и больше бы завел, потому что некоторые вещи я не буду сочетать между собой. Съем отдельно. Итак, завожу скумбрия. 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 Вот. Смотрим. Какая скумбрия у нас тут предложат? Что-то тупит. Не грузится. Скумбрия запеченная. Все. Она прямо есть уже готова. Скумбрия запеченная. Ставим 200 грамм. 200 грамм. Окей. Готово. Смотрим дальше. Что у меня получается? Это целых 370 килокалорий. 200 грамм скумбрии. Готово. И смотрим, что у меня теперь получается по колоражу. То есть, на настоящий момент я уже что съел и что у меня еще будет из того, что я завел. Жиров у меня получилось. 62 грамма. Еще пока не дошел до грамма на килограмм массы тела. Вот когда 80 будет, это уже будет грамм. Углеводов 133, будем считать. Потому что 132 с копейками. Протеинов 142 с копейками. То есть, по углеводам мне осталось-то всего-то 70 грамм добрать. А лучше бы не добрать. Еще лучше будет. По протеину мне надо, понимаете, добрать где-то до 2,5 килограмма массы тела. 200, а лучше 3, да. То есть, это получается мне где-то 240 надо. То есть, еще 100 грамм мне надо съесть, будет протеина. Представляете, вот где-то надо взять 100 грамм протеина. А углеводов-то мало. Вот, поехали дальше. Ладно, будем разбираться, как нам дальше поступать. Смотрим. Чувствую, что уже по протеину дефицит, да, получается. С углеводами нормально все. С жирами тоже все нормально. Поэтому надо как-то вот сейчас извратиться и что-то сделать так, чтобы протеина было много. И на этот случай у меня есть две вещи. Первый – это БЦА. Вот. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот. БЦА и КЗИН. И сейчас вступит у нас в действие снова что? Наш любимый шейкер. Шейкер. И здесь уже молока добавлять я не буду. Здесь уже будет все на водичке. Сейчас я воды налью. Вы меня не видите, но я буду болтать. Потому что, понимаете, если я молока налью, то там все, уже просто пипец получается. Выхожу за пределы, за все возможные. Беру я 500 миллилитров жидкости. Почему она белая? Потому что в ней до этого был протеин с молоком. Кстати, молоко можно соевое брать. У меня вот овсяное. И КЗИН. КЗИН. Вот у меня другой черпак появился. Поэтому посмотрим, сколько весит один черпак этого КЗИНа. Для этого сначала нам надо взвесить. Вернее, сбросить на ноль черпак. То есть, вот как будто с этим черпаком весы весят ноль. Берем, теперь насыпаем полный черпак. И теперь только КЗИН у нас там будет. Будем смотреть. Вот, черпак КЗИН. Черпак КЗИНа весит 30 грамм. А вот. А мы его положим. Так, сейчас надо переставить. Вот таким вот образом. А мы его положим 2 порции. То есть, это будет 60 грамм сразу. Понимаете? То есть, фактически мы большую порцию белка сразу добиваем. Сейчас увидим, кстати, сколько это будет по белку. Когда будет приниматься КЗИН? КЗИН будет приниматься, во-первых, на ночь. Одна порция. Это 30 грамм уйдет. Это сам стакан 250 миллилитров. Конечно, здесь 500 миллилитров воды. Видите, там, когда воду пить. Вот она вода, здесь уже есть. Вот. А другое где-то в течение дня будет питься. Где-то в перерывах между приемами пищи. Что было послаще, можно что-то добавлять. Но это там у кого с углеводами проблем вообще никаких нет. Может, сахарозаменитель добавить. Ну, я уже принавырялся пить вот так вот. И когда хочется просто попить, то берешь и пьешь. Теперь помните, что я говорил? Белка много. Нужна клетчатка. Тем более КЗИН белок тяжелый. Я ее, сказал, ем без учета. Поэтому я ее даже не взвешиваю. Так сыпанул и сыпанул. Скупиться там особо не надо. Клетчатка нужна. Когда белка много едите, клетчатку надо обязательно употреблять. Все. И теперь надо это разбить на порции. Вот для чего у меня, собственно говоря, и существует вот такая чашка. Мне надо располовить. Часть сюда. И это пусть будет на ночь. Можно в сумку, не кластью, кстати, оставить дома. Если я планирую, скажем так, ночевать дома, да. Вот. А второй я могу вылить в какую-то посудину, которую возьму с собой. И вот для таких целей очень хорошо подходят различные стаканы. Сейчас. Подождите секундочку. Различные стаканы подходят. А также подходят различные бутылки. Там из-под кефира, из-под молока и все так далее. Со широким горлом. Но я тебе покажу просто как-нибудь пример. Ну вот. Давайте даже, чтобы все было честно. Вот такая бутылка. О. Вот в такую бутылку. Даже не буду в какой-то там стакан заливать. Налью в такую бутылку. Единственное, только лучше это над раковиной делать. Я почему сказал, что горло должно широкое быть. Да? И здесь я уже не буду расписывать, что это вот именно там завтрак, обед там или ужин. Это не важно. Потому что это будет питься все в течение дня. Где-то между приемами пищи. Но с интервалом довольно большим. Чтобы по крайней мере после еды или до еды интервал составлял, ну, желательно минут 40 где-нибудь. Все. Забиваем сейчас это сюда. Забью я это в ужин. Но в ужине там у меня может потом быть еще и какая-то другая еда. Это в общем-то не важно на самом деле. Понимаете? Разбивка по завтрак, обед, ужин. Это все символически. Вы можете все подряд забить на самом деле. Вот если у вас с медисциплиной все нормально и вы себе на коробочках прямо написали, что вот это вот завтрак, это обед, это ужин, то можете здесь это не расписывать. Это так, ориентировочно. Если у вас конкретно 6 приемов пищи и вы ничего не мешаете, то это может действительно соответствовать реальности полностью. Ну, это у меня, вот видите, я казеин отдельно буду принимать, но у меня отдельного ничего нет, поэтому я его куда-то распихиваю там и я весь пишу на ужин. Итак, казеин, казеин. Так, у нас получилось 60 грамм казеина. Это две порции. Так, раз, два, две порции. Вот так вот добавили. Готово. И смотрим. 60 грамм казеина, это 240 килокалорий. Смотрим теперь, что у нас получилось суммарно. Итак, суммарно у нас уже получилось. 190 грамм протеина в этот день. 64 грамма жира. Не вышли еще за грамм. 139 грамм белка. Все шоколадно. Смотрите, белка еще 70 грамм можно. А протеина сейчас еще 50 грамм доберем. И все. Все. А жира еще можно 40 грамм почти. То есть, понимаете, все уже великолепно. И вот теперь у нас есть возможность немножко себя послабить, что называется. Не путать, что мы прослабить. Вот в том плане, что мы можем съесть что-то такое, что хочется. Это у меня такая тема. Это сырники. Я очень люблю сырники. Вот эти диетические. Я их ел уже с утра. Ну, просто у меня они готовы. И завтрак они были. И вот теперь берем их и смотрим, сколько мы можем спороть этих сырников. Учитывая, что там углеводов не сильно много, то довольно смело можно их себе довольно много положить. Вот смотрим. Вот это два сырника. Это 122 грамма. Вот пусть будет у меня. Ну, вот их пять. Пять штук. Все. И все закончилось. То есть, пять диетических сырников. Это стоу. 286 грамм. Давайте посмотрим на всякий случай. Не выйдем ли мы за какие-то рамки. Вот когда мы уже подбиваем все последними какими-то какой-то сам едой, то мы, значит, смотрим, как у нас это все получается. И там уже можем, если там перебор какой-то или что-то другого вызывать. Я хочу, например, я хочу винегретика добавить. И посмотрим, он у нас уляжется в тему или нет. Значит, сырники тоже они где-то между приемами пищи. Но, посмотрите, правда, уже по килокалориям, конечно, я к 2000 почти подошел. Осталось-то у меня... Я, в принципе, могу на этом и остановиться. И, например, сделать еще, предположим, одну порцию протеина, либо творога вообще, либо грудки куриные. И тогда я не особо выйду за 2000 килокалорий. Но зато у меня по протеину будет вообще все шоколадно. Но я сделаю так. Я все-таки хочу сырников. И довольно много будет. То есть получилось у нас 286 грамм. Я добавляю. Значит, сырники диетические. Вот. Добавляем граммы. Добавляю 286 грамм. Окей, готово. Далее. И смотрим. Вот сырники диетические у нас сразу почти под 390 килокалорий составили. Это довольно много. То есть у меня получается, что я за 2000 перевалил. Получилось 2300. Но зато смотрим теперь, что у нас по протеинам. Если я выхожу по килокалориям на протеинах, то, в общем-то, особо страшного ничего нет. Было бы хуже, если бы я на килокалориях вышел за счет жира или за счет углеводов. Вот это было бы плохо. И вот смотрите, что у нас с углеводами. 165,7 килограммов. Это значит углеводов у меня за день. 74 грамма жира и 235, то есть почти 240, да, как у меня и планировалось. То есть 3 грамма на килограмм массы тела. Протеина. Все. Идеальный рацион получился. Я бы сейчас мог помараковать, предположим, убрать отсюда сколько-то сырников, добавить сколько-то овощей или что-то еще. То есть когда я уже общую канву составил, я теперь могу отсюда помараковать. Почему я это все записывал на банках в том числе? Например, подумаю. Ага, например, там много макаронов. Давай я макаронов лучше меньше возьму, если, например, у меня по ним был бы перебор. И добавлю лучше протеинов. Или я хочу, например, заместо макарон частично заменить винегретом их. И заменяю, для того, чтобы разнообразия было больше. Но я перебьюсь. У меня и так нормально все получилось. И вот таким вот образом я составил себе сегодня рацион. Теперь мне остается что сделать? Упаковать его, весь рацион, таким образом, чтобы, правда, коробочку-то я для сырников не взял такую, в которую легко это все засунется. Надо было в другую банку положить. Но идею вы поняли, да? Я могу, конечно, в две банки распихать их, эти сырники. Сюда, предположим, как я их и буду есть, три штуки, я же не буду все за раз их лупить. И в эту банку два сырника. Вот таким вот образом. Да, хочу вас от чего предостеречь. Не ешьте сырники, предположим, те же самые, или что-то еще вместе с протеином. Не запивайте протеином. Протеин уникальный продукт, он цельный такой. Его надо есть отдельно совершенно. То есть вы его не пьете, вы должны думать, что вы его именно едите. И теперь мы что собираем? Обед у меня уже здесь собран. Сырники тоже кладу сюда. Это перекусы мои. А, у меня еще печенка была. Тоже я ее как бы минус. Я бы мог взять рыбу напополам, 100 грамм печенки, 100 грамм рыбы, например, таким образом посчитать. Но я же говорю еще раз, что я вам показываю не рацион, а подходы к формированию рациона. То есть я сначала набираю все, что я хотел бы съесть, смотрю, сколько это по бжуку, белки, жирные, углеводы, калории, и потом начинаю что-то убирать, что-то добавлять. Вот у меня сейчас идеально. Почему получилось? Потому что у меня есть опыт и навык. Я сразу сделал, и все. И теперь я говорю, если мне просто захотелось бы разнообразить рацион, я бы, предположим, отполовинил бы от рыбы, сейчас сам 100 грамм, и добавил бы 100 грамм печенки или сколько-то еще, сколько ее будет, чтобы оно взаимозаменилось по составу, по калориям и так далее. Но делать я этого не буду. Рыба тоже кладу сюда. Все. А что касается протеинов этих в СМГ чашек, я их могу сюда, но не впихивать. Могу их просто брать отдельно. У меня потому что все равно есть еще сумка тренировок, и это я обычно пью сразу после тренировки. Поэтому в сумке там это самое место. А это же я с собой не буду таскать. Хотя могу, конечно. Но обычно это все, ну, не знаю, в машине лежит. Если я буду знать, что я в клубе буду принимать или на работе, я сумку с собой беру и забираю. А так из машины могу ее даже не вынимать. Все. У меня все сюда залезло, уместилось. Единственное, что я еще не показал, вот чай. У меня есть здесь чай, пуэр, его я тоже пью. Вот скажите теперь мне, когда мне пить отдельно чистую воду, когда у меня столько намешано протеина на жидкости, есть чай, и я еще должен, как мне говорят, пить 8 стаканов воды в день. Да и я только с утра пью вот только перед завтраком. Когда встал, вот я выпиваю чистой воды. А так чистую воду я практически не пью. Ну, бывает иногда на тренировке, когда очень сильно пить хочется, очень сильно пить хочется. Я пью воду. Вот. И забыл сказать вам самые последние. Вы помните, что у меня не хватало, ну, буквально, совсем чуть-чуть, прям капелюшки самой, до того, чтобы набрать 3 грамма на килограмм массы тела, да? Мне не хватало буквально 5 грамм. 4 даже. 4,5 грамм. И для этой цели это как раз у меня есть что? БЦА. БЦА я развожу на воде. Одна порция БЦА в зависимости от черпачка от 5 до 6 грамм составляет. Вот опять же, я беру практически сколько тут? Вот эта банка 600 миллилитров жидкости у меня здесь. Питье, еще, пожалуйста. Больше двух чашек воды. Ну, когда мне отдельно специально воду пить? Ну, это просто нонсенс, да? И не получится. Вот. Беру БЦА. Черпак. Вот такой. И сюда. Раз. А так как я буду когда-то сомки тренироваться принимать БЦА, то я беру два таких черпачка. То есть у меня получилось две порции. Ну, вот, закрывается все. Кстати, китайская банка такая чумовая. И абсолютно герметичная, да еще и с замком. То есть я замок закрыл, как бы я не нажимал, она не откроется. И то, когда я раскрыл замок, она раскрывается. Все, закрыл замок. Стряхиваем. Вот у меня БЦАшечка. Морковного цвета, красивая такая. Вкусная, наверное. Да я и знаю точно, что вкусная. Вот. И забиваем сюда БЦА. Ну, где-то я забью ее, предположим, в дневной перекус. Вот. Сейчас. В дневной перекус. Добавить продукт. Набираю. БЦА. Вот. 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 Здесь оказывается одна порция, 8 грамм. У меня была, ту, которую я беру. Вот. Значит, готово. И ставим, чтобы это было две порции. Две порции. Раз. Вот. Две порции. Все. Это получается 16 грамм, 48 килокалорий. Вот. И посмотрим сейчас, сколько у меня всего вышло. Итак, у меня вышло общесуточный калораж 2379. Но это с учетом завтрака моего еще говорю. Здесь вот это меньше. Потому что у меня завтрак был 500 с лишним килокалорий. То есть, все, что мы сейчас с вами навели, вот это вот все, оно где-то 1800 килокалорий. Вот. Итак, Что у меня получилось? Углеводы у меня получилось. 165 грамм на килограмм, вернее, 165 грамм. 165 грамм. То есть, чуть-чуть у меня получилось больше, чем 2 грамма на килограмм массы тела. С такой погрешностью, что можно не считать. На 5 грамм я перебрал всего лишь за суточной теме. Жиров 74 грамма. Не добрал даже до килограмма на килограмм массы тела. Не добрал. Вот. По протеину получилось 247 грамм. 247 грамм. То есть, получается на 7 грамм даже больше, чем было бы, если бы у меня было бы по 3 грамма на килограмм массы тела. Все, друзья. Вот видите, как это все рассчитывается. Попал, все четко. Вы потренируетесь СМЕ немножко, туда-сюда помаракуете, и вы начнете попадать тоже очень быстро. Больше того, я еще раз просто повторю, что легко комбинировать. Я просто взял большие порции по монопродуктам, например, по макаронам. А мог бы взять, располовинить рыбу. Я взял кусок большой, а мог бы его напополам и заменить это чем-то другим, белками яичными, например, или цельным яйцом. Вот. Мог бы добавить винегрета там заместо чего-то еще. Ну и вот так далее. Заместо молока, значит, овсяного, я бы мог бы взять воду, тогда бы мне килокалории, которые в молоке находятся бы, их бы не было, я бы мог бы заместить чем-то другим, например, съесть там, предположим, яблоко или что-то еще. То есть, это на самом деле несложно. Нужен просто определенный навык. Все вот таким вот образом. Я резюмирую сегодняшний день. Длинный подкаст получился, но я думаю полезно и все в режиме реального времени вышло. Вот этот вот ваш инструмент, сумка, которая позволяет вам создать правильный рацион с помощью любой программы, которая меряет количество килокалорий. То есть, вам нужна сумка, нужны весы, нужны вот такие эти пластиковые коробочки и программа, которая позволяет килокалории считать. Записывал долго, если бы ничего не записывал, сделал бы это в течение буквально 5-10 минут, не больше. Без готовки, разумеется, просто вот все это собрать. Готовка, ну, у меня супруга готовит. Если вы сами, что-то я готовлю сам. Если вы не умеете готовить ничего, можете покупать уже готовое в магазинах, таких как Спар, там, или какие-то, где уже готовые продукции есть. Вот, как правило, монопродукты все уже заведены в любые программы, которыми вы будете пользоваться для того, чтобы это все дело посчитать. Все. И вы будете избавлены от многих вещей, от многих самых проблем. Во-первых, у вас всегда под рукой будет еда, и вы будете соблюдать режим питания. Более того, она будет у вас уже разбита на порции, и вы съедите ровно столько, сколько надо. То есть, за прием пищи вы можете вообще разбить прямо конкретно. Вот одна коробочка, это один прием пищи. Только так. Вот. Третье. У вас будет все померено и посчитано, и больше вы не будете есть, потому что у вас только то, что есть, то и есть. Все. И самое главное, вы сможете вести легко учет и нивелировать потом, как-то экспериментировать, анализировать, и это позволит вам очень быстро начать работать над собой. Потому что до тех пор, пока вы не учитываете, не умеете учитывать ваши затраты и поступления, вы не сможете никак коррелировать какие-то изменения, чтобы получить конкретные цели. Вот сегодня мы поговорили прежде всего о том, что поступает. Затраты – это ваша нагрузка физическая, это отдельная тема. Но вот что касается потребления пищи, то это выглядит так. Запомните, что борьба с лишним весом и с жиром борьба, она происходит не столько в спортивном зале и не столько на стадионе, там это процентов 20-25, не больше, сколько перед холодильником и около плиты, а также когда у вас есть искушение что-то вкусненькое там сожрать на банкете, на фуршете, на встрече с друзьями. Вот борьба с лишним весом и с лишним жиром происходит именно там. Вот это позволяет вам легко с этим справиться. Ну, может не настолько легко, но по крайней мере абсолютно понятно, как это делать. Все, друзья, удачи. Все, у меня день распланирован, вы планируете также свой. Надеюсь, что вам это видео было полезно. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!